привет друзья и как всегда мы в студии с вами и для вас с вами Артем Мирошник и Игорь Поляк и мы сегодня записываем наш очередной подкаст темы у нас будут в принципе разные но конечно актуальные поскольку в мире происходят изменения очень быстро и часто поэтому ну и мы собственно также будем реагировать быстро и часто причем события происходят так быстро что мы даже иногда не успеваем среагировать практически да во время записи программы уже произошло уже произошло только всего но мы стараемся с тобой давать информацию проверенную поэтому она уже должна сбыться а конечно мы поговорим о будущем но будущее оно может быть а может не быть да как мы знаем из всех китайских пословиц и мудрствований поэтому давайте по факту но кое-какие прогнозы мы тоже сделаем сегодня с чего начнем я думаю давай обсудим то что всех волнует это деньги деньги энергетика деньги деньги энергетика политика коллапса ну давай может быть энергетического возможного коллапса поскольку почему мы пишем то сейчас больше подкасты в основном перешли на подкаст это потому что в эпоху энергетического коллапса конечно подкаст он очень мало занимает место его можно просто и ясно скачать и слушать потом, независимо от интернета, даже если у вас не будет интернета, и даже если не будет электричества, но у вас будут хорошие пауэрбанки, вы зарядите свое устройство, с которым вы будете слушать подкасты, которые уже скачали заранее, то у вас уже какая-то информация будет, на которой можно в общем-то базироваться. И, кстати, хочу сказать таким модными терминами, что производство подкаста по шкале углеводородов идет просто минимальными какими-то значениями. Поговорим сегодня о углеводородах, конечно, все это интересно. Насколько надежно снабжение наличными в случае отключения электроэнергии? Ну вот, да, с электроэнергией. Действительно, сейчас поговаривают о вот этих вот блэкаутах и о том, что отключение электроэнергии придет неминуемо. Я, правда, как сам, я не вижу для этого больших причин. Совет по безопасности по электросетям, недавно была новость, предупреждают, что в январе и феврале, скорее всего, возможно отключение из-за перегрузок электросети. Ну, поэтому даже Бундестбанк готовит какую-то программу на эти случаи, когда банкоматы и пластиковые карточки не будут функционировать. Но при этом коммерческие банки пока молчат. Ничего не говорят. Ну, в принципе, если будет плановое отключение электроэнергии, я не нахожу это сильно страшно, потому что в принципе любой человек, который когда-то жил в Советском Союзе и потом в независимых странах СНГ или не СНГ, а вообще распавшегося Советского Союза, постсоветского пространства, те, в принципе, переживали уже отключение электроэнергии и на час, и на два. Помнишь, плановое отключение? Да, плановое, да. И более, поэтому мы как-то адаптированы к этому, но адаптированы как? Чисто как вот наше домохозяйство, да? То есть мы запасены свечами, пауэрбэнк, это только сейчас появились, тогда их не было, но тем не менее сейчас у нас больше возможностей, мы можем заправить какие-то аккумуляторные батареи, что-то еще купить даже, может быть, дорогие какие-то, купить газовые баллончики, купить газовые плиты, конечно. Мы об этом уже с тобой говорили. Да, конечно, это любой совет, любому жителю Европы, не только Германии, обзавестись, конечно, газовыми горелками и к ним баллончиками газовыми, да? Причем большой емкости, можно и большой емкости, можно даже приобрести газ грилей, готовить на нем. То есть возможностей сейчас, конечно, больше, чем было раньше себя обезопасить от отключения электроэнергии и уйти в автономию. Вот. Единственное, что, конечно, теперь не решим вопрос с деньгами. Поскольку если это плановые на два-три часа, это ладно. А если это будет на несколько дней, то банкоматы, конечно, остановятся. Покупка за безналичные деньги в магазинах тоже остановится. В магазинах же все подключены через интернет. Да, к серверам и банковским картам, и своим даже складам. То есть когда я читал результаты тестов, но если вдруг на каком-то районе отлучается свет, перестают работать заправки, магазины, киоски, общественный транспорт. То есть полностью все перестает работать, так как оно контролируется с помощью электричества и интернета. Ну да, мы же смотрим с тобой на объявления, когда придет автобус или там трамвай. Ну трамвай это вообще отдельный разговор, понятно, электрический транспорт ходить не будет. Но даже если переложить все на автобусы, то за ним контроль не будет осуществлен. А если нет осуществления контроля, как всегда, то во всяком случае в Германии это работать не будет. Поэтому и автобусы, возможно, будут работать хаотично или раз там в час будут пускать просто так автобус и на этом все закончится. Ну, пока не наступило, можно сказать, что, конечно, это войдет в ход наличные деньги. Конечно, это и другого варианта не будет. Тем более, скорее всего, торговлю уйдет какое-то легкое подполье. По черному, по серому, по красному, по белому. Да, вот вопрос. Если официально будет магазин закрыть. Закрыт. Но надо же как-то купить хоть что-то. Потому что по исследованию хаос начинается с четвертого дня полного блэкаута. Ну да, это уже так и полный хаос. Получается, что холодильник же перестает работать. То есть, все, что запасы были продовольственные. Ну ладно, сейчас зима. Если будет холодная. Ну, 7 градусов, как в холодильнике, можно будет. Но 4-5 дней без связи. Без связи. Сотовая связь работать не будет. Сотовая связь. Кстати, поэтому давай поговорим о том, что на смену идет мобильная связь и спутниковая связь. Да, можно и это затронуть. Потому что, в принципе, как спутниковая связь очень важна. Ну, давай закончим с деньгами и перейдем на спутниковую связь. Значит, будут наличные? Да. Ну, наличные. Хорошо. Подожди. У кого они есть? У кого, допустим, доход базовый какой-то, та же зарплата, без накопления. У кого есть накопления, понятно, скорее всего, нужно их снять и держать, получается, где-то дома. Тогда это будет банковский коллапс. Потому что, если все будут снимать свои деньги из банков, то что с банками будет? Ну, ты помнишь, на протяжении последних лет цель правительства была, наоборот, нас перевести в цифровую экономику. Правильно. Ну, а как это можно? Все программы были, что наличные – это плохо. А во время короны, помнишь, даже был такой рекламный ролик, что деньги передают коронавирус? Ну, да. Нет, ну, в принципе, здесь есть логика. То есть, для того, чтобы перевести в безналичные, надо сначала потратить наличные. Либо забрать. Либо забрать, да. Ну, лучше потратить. Все-таки забрать – это немножко… Не наше. Да, это первобытно как-то общинно. Это было времен Горбачева. А сейчас вот просто взять и забрать, ну, как-то это будет не совсем камельфоб. То есть, скорее всего, процесс будет похожий, так и называться по-другому. Ну, просто можно же потратить. Но при этом министр внутренних дел Фезер хочет сделать ограничения при денежных операциях в сумму 10 тысяч евро при наличном расчёте. То есть, и тут идёт программа, что если ты хочешь купить машину, она стоит 12 тысяч, ты не можешь просто так наличными заплатить. Только переводить. Ну, да, это понятно, что какое-то ограничение в наличных деньгах должно существовать. А как она прокомментировала, что так идёт борьба с преступностью, с чёрным рынком, с наркоторговлей и так далее. Ну, немножко, конечно, здесь всё как-то так зыбко, потому что я, например, наркоторговлю вообще не будем брать, потому что мы не знаем этих механизмов. Явно они такие, что туда проникнуть просто так и ограничением 10 тысяч наличными, это просто смешно. Ну, как мы говорим, законы для порядочных людей. Да, для порядочных людей. Вот я и хотел взять. Порядочных людей, если взять обычного нашего среднестатистического обывателя, как мы все, во всяком случае мы с тобой, то здесь всё просто, конечно. Понятно, ты приходишь, хочешь купить автомобиль, они тебе говорят 12 тысяч, а ты говоришь, нет, только же 10 можно. Ну, тут либо два выхода, либо ты покупаешь его за 10, и тебе делают скидку, и все автомобили станут по 10 тысяч. Ну, прекрасно купить Паршель за 10 тысяч. К машине обязательно сделать ещё одну покупку. Либо к машине ещё одну, ещё одну, либо, как это делалось долгое время в странах, опять-таки, нашего исхода, где писали 10 тысяч, а ты платил 20 или 30. Было дело. То есть, то, что написано на бумаге, это ещё не значит, что это на деле было так. Поэтому я не знаю, как это будет закон работать, но в нём очень много подводных. И наивность. Я чувствую вообще у нынешнего правительства Германии лёгкое свойство наивности. Ну, возможно. Во многих аспектах. Возможно. Во многих. Я не знаю, как будет контролироваться исполнение этого закона. Поскольку 10 тысяч, ещё раз, да, если у тебя в наличии там миллион, допустим, да, вот, видишь, как я сразу тебе миллион. Спасибо. Спасибо. И вот этот миллион... Нет, подожди. Спасибо. Очень приятно. И вот этот миллион ты хочешь потратить, и, ну, ты напишешь, что ты всё купил за 10 тысяч, а купишь за миллион. Вот и всё. Купил, устроил за 10 тысяч. И тоже хороший вопрос. Контроль. Мы с тобой встретились частным образом. Ну, конечно. Я тебе покупаю шкаф за 15 тысяч евро. Ну, да. Ну, кто как или ты скажет, нет, я тебе не продам. Ну, только... Ну, да. Ну, это же естественно, что ты пишешь на деле один, скажем так, договор купли-продажи. А по факту ты платишь больше. Но я не знаю, какой будет контроль. Опять-таки, немножко закон странный. Очень. Да. Работать он, я не знаю, как будет. А то, что наличные, в принципе, могут потратить и должны потратить, ну, это гуманно по сравнению с тем, как взять и запретить деньги. Ты имеешь в виду, когда был тот случай в высшем советском Союзе, когда за одну ночь была переиндексация именно с деньги? Да. Были выведены из обихода старые денежные средства. То есть, 50-100 рублёвые, по-моему. Я уже сейчас не помню, но что-то было в этом духе. И вошли в обиход новые, а старые просто никто не принимал. Вот и всё. Они просто сгорели. Но это было быстро. Да. Потому что здесь в Европе же тоже периодически меняются деньги. Там старая, пикарная. Не, ну такого здесь нет. Но здесь по 10-15 лет. Здесь более гуманные эти процессы проходят. Поэтому, если в качестве того, чтобы выбирать, либо изъять деньги, либо дать людям потратить, то, конечно, же... Выбирают пока ещё. Да. Это гуманный список. Ну, и по поводу электричества. Как не день, так новость. Готовьтесь к blackout. Кругом идут, опять же, списки продуктов, которые стоит покупать. Это консервы. Это то, что уже полуготовые. Фабрикаты не требуют холодильника. Это я уже сам отслеживал. Все эти газовые плитки немножко уже поднялись в цене. Газовые баллончики. Даже вчера сдавал посылку. Шёл там. Ну, киоск просто. Киоск. Наши ребята. Турки. Там, Гермес. У них уже продаются эти маленькие горелочки. Ну, правильно. Это же такой спрос. Зашёл тоже недавно в магазин Teddy. Этот отдел, где свечки стоят. Причём уже даже раскоплены те свечки, которые на кладбище идут. Ну, какая разница, в принципе. Горит-то всё. Горит-то горит. Как говорится. Ну, в принципе, свечу тоже можно даже разогревать еду. Продавались раньше две свечи, такая подставочка. Ты ставишь, и всё время у тебя тёплая. В принципе, это тоже вариант. Потому что, да, у кого есть дети или что-то ещё. Ты, куча вич, понимаешь, проблема Германии в том, что у многих приборы на кухне электрические. Это не только Германия. Это большинство стран западной. Помнишь, как у нас на родине, да? Ну, да. Отключался свет, все шли на кухню, включали комфорт. Да, и работала телефонная линия, потому что она работала от сепаратной электрического снабжения, 12-вольтного. По-моему, там была сепаратная. Опять же, затронута тема телефонии. Я не знаю, как в Германии. Вот Deutsche Telekom имеет сепаратное какое-то обеспечение. Мы же, в принципе, можем все поставить домашний телефон независимый от интернета. Ну, при желании ты можешь заключить договор с Телеком. Как у них система, по-моему, это цифровые уже все телефоны. Но он и будет цифровой, но он будет снабжаться 12-ти вольтом. Давай напишем. Отдельно. Вот, кстати, это вопрос. Давай сегодня напишем. Давай сегодня напишем. Кстати, нашим слушателям дадим ответ. Потому что это один из вариантов связи, если у каждого дома будет, допустим... Стационарный телефон. Стационарный телефон. Как раньше. Это не реклама никакого Телекома. Нет, нет. Мы ему такое письмо напишем. Это явно будет не реклама. Ничего не зависим. Может, не от Телекома, но от кого... Нет, давай. Мы бы не против, чтобы они стали нашими спонсорами и поддержали наш канал. Но пока мы будем критиковать. Да. Нет, ну, 12-ти вольтная вот эта вот линия, она раньше работала независимо от отключения света. То есть, у тебя дома нет света, у тебя дома практически все погасло. Но у тебя есть газ, конечно. На газе ты можешь разогнать. И ты можешь связываться с родственниками. У тебя есть обычный телефон. 12-ти вольтная. И здесь, если вырубают свет, ну, все тогда ничего не надо. Поэтому газом мы себе можем обеспечить, а мобильной связью как, если она не будет работать? Поэтому перейдем к мобильным телефонам. Последние модели мобильных телефонов не только таких известных брендов, как Apple, Samsung, а также много китайских телефонов, производителей из Китая. Добавляют в функцию это спутниковый связь. Помнишь, раньше в нашу молодость спутниковый телефон для тех, кто там на яхтах ездил, такие огромные трубки, огромный диплом. А сегодня, считай, это все в формате обычного мобильного телефона. Конечно, это интернет медленный. Конечно, он работает только по 20-30 минут в день. И давай поговорим сначала о технических возможностях такого телефона, а потом уже будем говорить о том... Значит, он работает только тогда, когда на тобой пролетает спутник. Для этого есть там специальная программа, которая по твоей геолокации показывает, что у тебя коридор связи будет, например, через 20 минут. То есть, телефон тебе будет сигнализировать, когда спутник приближается, и ты можешь связаться. Да. И в этот коридор связи, который там, ну, грубо говоря, полчаса, маленькая скорость интернета, но ты можешь передать небольшое текстовое сообщение, фотографию или геолокацию. Ну, мы знаем, технологии развиваются сегодня очень быстро. То, что сейчас медленно, дорого и непонятно как, через два года будет это во всех телефонах, это будет быстро, и это будет летать. Но я когда увидел рекламу этих телефонов, ты знаешь, меня огорчила одна мысль. Это что должно произойти с наземной связью, чтобы мы переходили на спутниковую связь. Тем более, инфраструктура уже есть. Ее же можно просто отключить. Разрушить. Можно разрушить, можно отключить. Это же далеко ходить не надо. Отключается свет, как мы с тобой уже говорили, и отключается вся связь. Вот и все. Когда надо подключим, когда надо отключим. Это вопрос понятен. Другой вопрос технических данных. Вот полчаса, да. Но это полчаса мы сегодня предполагаем. А ведь это вот сейчас мы пошли к тому, что наши предположения, то, что еще не случилось, наши предположения. Пока мы предполагаем, что полчаса. А если это будет меньше, а если этот спутник вообще работать не будет, пролетел над тобой, как просквозил. Погода, облака. Ну да, раз. Где ты находишься, крыша какая. То есть там очень много факторов. Бетонный дом. Да, пока это такие технологии. Единственное, что есть одно положительное как бы свойство этой связи, подкасты можно будет скачать. Ну да. Они занимают мало места. Поэтому с нами, вы, дорогие слушатели, будете всегда. Всегда на связи. Да. Как мы и писать будем без электричества, это вопрос. А как скачать? Но мы же используем устройства, которые вырабатывают очень мало углерода, на всякий случай. Да, оставляют маленький углеродный след. Да, малюсенький след. Вообще ничего. Поэтому мы, в принципе, автономны часов на 7-8. Или будем залазить на крышу и кричать, как раньше, в рупор. Писать подкаст. И передавать это в виде... Да, кто-то, да. В виде кассет. Как это раньше было. Носитель информации был. И вот представим, что через 2-3 года уже каждый телефон имеет спутниковую связь. Ну, так оно и будет, скорее всего. А для чего этот вопрос? Ну, если... Но что им не хватает в то, что уже сейчас есть? Огромные скорости. Значит, я как, знаешь, мне кажется, я пессимист. Мне так что-то вот кажется. Нет, ну, я только вижу, если это будет, то только из-за каких-то энергетических вопросов. То есть, какие-то энергетические вопросы будут пересмотрены и как-то будет другое отношение. Легче подключаться к спутнику, который летает на орбите, чем содержать кучу вышек 5G. Возможно. Которые надо обеспечить и током, и связью. Ну, и персоналом. И персоналом, техническое обслуживание. Всем-всем-всем. Я иногда захожу на форумы, которые занимаются тайнами, это все, да? Конспирологически. Заговора, да. Мне что нравится, что там пишут, что это идет подготовка к глобальной войне, когда будет разрушена инфраструктура наземная, чтобы у нас была возможность как-то связываться со спутником. Ну, потому что спутники трудно сбить. Ну, это все конспирология. В принципе, спутники тоже можно сбить нелегко сбиваемо. Тут, тут можно прогнозировать как угодно, но достаточно отключить свет и не надо никакой войны. Но мы не будем пугать наших слушателей. Нет, абсолютно. Мы в этом видим только плюс, потому что даже когда вы будете отдыхать на яхте или высоко в горах, вы сможете скачать наш подкаст. Для чего вам дается спутник у вас скачать наш подкаст. Да, и где-нибудь на Эвересте слушать нас. Заварить чашечку кофе на газовой горелочке. На газовой горелочке на Эвересте. Пролетают снежинки, а вы слушаете из пауэрбанка зарядить свои мобильные устройства и слушать наши подкасты. Вот тебе и плюс. А так, там же вышек-то точно нет? На Джамалу. Только спутник. Только спутник. Ну и все. А на яхтах, а на больших кораблях. Как люди мучаются на яхтах без связи. Да, и без наших подкастов. Это в первую очередь. А теперь они могут слушать. Могут. Ну и все, это самое главное. Значит, мы выигрыши. К деньгам. Давай к деньгам опять вернемся. Цифровизация денег. Ну вот это вот, да, самый сложный процесс, конечно, на мой взгляд, потому что, во-первых, к этому надо ментально привыкнуть, а не все ментально к этому привыкли. Ну даже в магазине мы смотрим, кто-то расплачивается, кто привык уже расплачивается какими-то программами, их мы все знаем, которые скачаны на мобильный телефон, да, скажем, там, кошелек такой, кошелек такой, кошелек такой. Сейчас систем много, это не проблема. Кто-то расплачивается карточкой, кто просто не хочет ни о чем заморачиваться, карточка лежит, вот я и расплачиваюсь. Ну, а кто-то расплачивается до сих пор наличными. Теперь, каким-то образом сейчас перейдем на наличные в результате энергетических коллапсов, значит, опять-таки, народ немножко приучится тратить наличные, тогда потом без наличных вести надо будет какой-то применить стресс. Такой вот стрессовый. Добровольно трудно будет. Да, потому что надо будет вот такой стрессовый такой вот какой-то шокирующий шаг и опять вести всех уже более так сильно можно сказать силой, да, потому что надо будет вести всех, да, вот всех, вот этот вопрос ключевой. И дать причину. И причем все страны, я так понимаю, потому что если одна страна перешла полностью на цифровые деньги, а соседняя Голландия, Бельгия или Франция принимает евро наличные, то все поедут туда. Да, даже если... Ну, как с ограничениями на коронавирус. Вспомнишь, здесь все было закрыто, ехали люди... Ну, будет ходить автобус какой-нибудь, который типа воскресеньем будет привозить на покупки с сумками, мы же там все прожили. С мешками. Ты понимаешь, что самое интересное, мы это все уже провожали. Вот только хочу сказать, мы эти новости с тобой обсуждаем с улыбкой, прием кодекс старостью. То есть, для нас это, ну, было. Было, да. А вот местные населения, которых я лично знаю, они это читают, ты знаешь, безусловно, не знали. Мы тоже загружались и ехали. У меня друзья, вот я сейчас расскажу такую маленькую историю, еще это было, конечно, уже постсоветское время, 90-е годы, они возили продавать водку куда-то, куда-то, куда-то на север России, куда-то там, в шахтерские края. И там продавали, причем возили на поездах, никаких машин. Они загружали вот эти сумки, вот эти вот клетчатые, такие китайские, они уже там были, и на горбу везли туда. Там их продавали, там брали что-то другое, я уж не помню, но там были японские какие-то товары. Вот один взял видеомагнитофон. Магнитофон. Да, видеомагнитофон привез, да, и он очень уберег и очень гордился, что у него видеомагнитофон Panasonic. А, и он работает до сих пор? Скорее всего, работал, да, я не знаю уже его предысторию, но работал долго этот видеомагнитофон. И вот, вот таким образом уже это у нас было. То есть, мы также возьмем эти сумки и поедем в соседнюю Бельгию покупать. Следовательно, надо, чтобы в соседней Бельгии тоже были цифровые деньги, в соседней Голландии, в соседней Франции, в соседней Италии, хотя она уже не соседняя, но тем не менее, это не так далеко. Вот, тогда это уже будет говорить о перманентном загрузке, о перманентной загрузке электронных денег. Но цель все-таки контроль денежных потоков. Ну да, наверное. Смысл переходить на цифру, потому что там вообще все прозрачно. Ну да, там уже ты уже не напишешь ничего. Я думаю, тогда останутся без работы все бухгалтера и финансисты, потому что смысл делать отчеты, если и так уже все видно. Ну, разве только как в планах или в каких-то, в каких-то как в статистике, в статистике, да, выгода, убыток или что-то. А вот в комментариях к этой новости о дигитализации денег, ну, процентов 40 людей негодуют. Почему люди боятся цифровых денег? Как ты думаешь? Ну, как почему? Во-первых, уйдет, наверное, вся черная работа, да? Она же автоматически уйдет. Первое. Второе, уйдут все черные покупки. Как вот ты говорил, наркотики, это же, что это? Они же не покупаются у тебя за цифровые деньги. Ну, смешно. Будет ходить наркодилер с чем? С аппаратом, который будет считывать твою банковскую карточку. У вас есть вся карточка, возьмите, пожалуйста, проведите. И будете кредиткой платить в рассрочку. Значит, смешно. Но тут может быть легализация наркотиков. Тоже. А закон же уже нормальный. но это пока легкий, да. Я не знаю, как с тяжелыми будет. Но, кстати, тяжелые... С какими новостями они могут разрешить и тяжелые наркотики? Ну, о тяжелых же наркотиках метадоновые программы есть, я насколько понимаю, они... Я не специалист в этой области, но, насколько я понимаю, они действуют. Эти метадоновые программы, метадон как-то там не заменяет, но снимает какие-то там симптомы, ломки и так далее. Еще в комментариях писалось, что, ну, кроме того, что, понятно, уйдет весь черный рынок, люди еще боятся, что у государства будет контроль над твоим запасом денег. То есть, они тебе нарисовали эту цифру, грубо говоря, государства, и также они могут ее и обнулить, и все что угодно. То есть, там вот... Ну, я читал специальные комментарии. Первое, это боязнь, что идет контроль тотальный, на что ты потратил. И второе, это любая программа, как в играх, дали тебе сегодня зарплату, ты должен обязательно ее потратить в течение месяца. Ну, да, это мы уже переходим к умным деньгам, так называемым, да, к умным деньгам, которые будут таять у тебя, если ты их не потратишь в нужное время. Это да, это проекты, конечно, есть, это все еще, пока, слава Богу, не реалий, но тем не менее, как в Китае, по-моему, начали. Но в Китае есть социальные пункты, ну, это вообще, что касается жизни в Китае, где ты зарабатываешь эти баллы, если ты законопослушный гражданин, например, тебе там разрешают раз в 17 лет на недельку поехать в деревню. А если ты где-то что-то написал, плохой комментарий или еще что-то, социальные баллы падают и от этого, конечно, идут сумасшедшие ограничения. И вообще, Китай сейчас, как бы, идет к тому, что весь интернет полностью под контролем и все комментарии, все публикации будут писаться именно, как бы, от твоего имени, где на серверах будет сохраняться IP, локация, полностью с какого телефона, то есть, слово такое, как анонимность, уже исчезает. Ну, так IP-адресы и у нас есть. Да, но еще как-то можно было его поменять. Ну, через VPN, имею в виду. Да, и VPN, или какими-то другими устройствами. Но в Китае, там, конечно, ребята очень сильно на этом деле работают, большие профессионалы, китайские программисты. То есть, слово анонимности в Китае нет в интернете. Ну, да, и, конечно, просто отключить человека от денежного потока какого-то, какой у него есть, если он недостаточно толерантным к ситуации. Вот и пишет, тем более, сейчас же прошел закон о, как это, в русском эквиваленте, гражданские деньги. Умные, по-моему, деньги. Не, ну, то, что это, бюргерги. А, бюргерги. А, да, кстати, да. люди всегда пытаются найти какую-то тайну, какую-то конструкцию. Бюргерги, наверное, надо поговорить отдельно, потому что это большая такая тема. А там вопросов больше, чем ответов. Да, она затрагивает спектры всей жизни человека сегодня, да, и работающего, и не работающего. Но мне это напоминает эксперимент, который проводили, когда брали 2000 человек, давали им там каждому по 2000 евро и смотрели, есть ли стимул работать, творить, либо человек там спивается. Так этот эксперимент сейчас до сих пор проходит и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, в странах, да и в Германии этот эксперимент до сих пор проходит. И, конечно, наблюдают за поведением человека, как он будет себя вести. Но, собственно, что тут наблюдать? Далеко ходить не надо. Все-таки есть люди, которые, скажем, получают социальные выплаты и так далее, и тому подобное. Это как бы раньше это просто помогало. Сейчас, я не знаю, если просто перевести полстраны на такую вот, кто потерял работу или кто потеряет в будущем работу, а разорение предприятия идет и идет, из-за энергетических опять кризисов и всего остального, то, конечно, если большинство людей осядет на эти деньги, ну, не знаю, это будет что-то похоже на советское время. Опять-таки, мы это все немножко переживали. Тогда, конечно, надо было ходить на работу, но тогда надо было просто ходить. Знаешь, не везде люди работали, вот это я тебе сразу скажу, тогда надо было просто на работу приходить. Вот ты пришел, отметился и сиди. Сиди себе спокойно, никого не трогай, тебя никто не тронет. Так и на многих заводах работали, поэтому, в общем-то, не выдержал Советский Союз конкуренции с западной. У меня сложилось такое ощущение, что если весь мир думал, что в Советском Союзе строится социализм и коммунизм, то, мне кажется, Германия его скоро построит. Ну, аналогично, потому что много очень общего. Много очень общего, да. Но там надо было, я же говорю, прийти на работу, отстоять свою, тебе перечислили твои деньги в конце месяца и все. Хотя многие люди просто приходили. Вот это факт. Ну, а здесь, возможно, не надо будет приходить. Но все равно какую-то работу тебе социальную доповесить. Это же обязательно. Раз там, когда-никогда вызовут, куда-то повесят какую-то работу на тебя и будешь... А нужны ли тогда вообще люди, вот население, зачем стране? Если половина вот просто ничего не производит, ничего неинтересного, ну, окей, всунут в какую-то метавселенную. Ну, ты же ничего здесь такого и не делаешь, но не производишь, ну и что. Ну, живешь себе, здесь же деньги тратишь. Понимаешь, если у тебя будет вот этот контролируемый доход, то ты его никуда больше не потратишь, как только внутри страны. Ну, хорошо, ты где-то куда-то съездишь раз-то в десятилетии, где-то ты потратишь, но это же ни о чем, да? А в основе своих накоплений практически не будет. Траты будут только сделаны здесь и сейчас, в каких-то официальных магазинах, официальных, там, я не знаю, биржах, где-то что-то, где это все официально, да? То есть, ты не купишь, не пойдешь, не купишь где-то кусок золота на улице или еще что-то. Да нет, конечно. Нет, а ты купишь все это прямо вот в каком-то магазине. То есть, даже такая не постиндустриальная эпоха наступила, какая-то постинформационная. Но все деньги будут сохранены. То есть, денежный эквивалент, хотя он давно уже не золотой, поэтому эти бумажки, они ничего не стоят, понятное дело, но даже эти бумажки не будут сохранены в каждом государстве. Куда они денутся? Никуда. Ну, это же как один из рычагов контроля населения, что и держит государство в виде государства. Но и государство ничего не потеряет. Я не вижу, что если их никто не будет... Другой вопрос, может быть, дефицит каких-то товаров, может быть, дефицит каких-то услуг. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но то, что государство ничего не потеряет, это факт. Хоть все сегодня будут сидеть на этих выплатах, они тут же их и потратят. Тут же. В этой же стране. Тогда к тебе вот к завершению программы такой вот вопрос. Нас ждет светлое будущее? Ну, конечно, светлое. Мы же запаслись пауэрбанками уже, фонариками, свечами и всем остальным. То есть, светлое и газовое. И теплое. Ну, конечно, и теплое. Газовая горелка, между прочим, для информации отапливают очень хорошо помещение. Единственное, что здесь главное не задохнуться от угарного газа. Но для этого есть противогаз. Не переборщить. Так что, если одеть противогаз, зажечь газовую горелку и свечку и фонарик, тебе ждет и светлое, и теплое будущее. Но картинка будет просто голеводская. А не надо снимать картинки для этого и перешли на подкасты. Точно. В аудиоформате, потому что по спутнику легче будет передать голосовое сообщение, чем видео на 20 минут, как мы с тобой сидим в противогазе. А уж в противогазе микрофон будет работать идеально и никакого эха. Это да. Ну, так и все. Дорогие друзья, шутки шутками, но я думаю, стоит вам все-таки подумать о лишнем каком-то блоке батареек. Ну, почему нет? О пауэрбенке. Только не всем сразу отводится цены. Какой-то аккумулятор прикупить на всякий случай. И просто подумайте, если вдруг полдня не будет света, сможете ли вы прожить там, консервы купить, я не знаю. Ну, да. Газовую горелочку можно. Ну, ты знаешь, раньше как-то мы были более устойчивы. Вот и сами консервы делали, между прочим. Если так разобраться, то в Советском Союзе каждая женщина, практически каждая нормальная женщина, социально адаптированная, с высокой социальной ответственностью делала консервы. Потому что здесь, конечно, этого нет. А там все делали консервацию. Какую угодно. Было мясо, мясо. Были помидоры, консервировали помидоры. Что только не консервировали. Арбуз консервировали. Нынешнее общество, оно более менее стрессоустойчивое. Но не подготовлено. Согласен, да. Поэтому вот просто нам надо, может быть, вспомнить о том, хотя бы на генетическом уровне. Конечно, мы с тобой эти новости в улыбочке все обсуждаем. Обсуждаем. А граждане Германии читают, смотрят на обложках эти темные картинки. Им не до смеха. Ну, паниковать. Просто носить опыт. Паниковать не стоит. В этом случае паниковать не стоит. Мне кажется, это все переживаемо. Это не так страшно. Другой вопрос, конечно, о больницах, о всех вот этих медицинских учреждениях. Да, там вопрос. Потому что, если там будет какая-то аварийное снабжение света, то тогда ладно. Если там не будет, вот это вопрос. Это вопрос очень сильный. Службы спасения, даже полиция, те же пожарные. Да, да, да. Вот это большой вопрос. Скажем так, если все хорошо, все здоровы, все тихонечко, присидеть можно. Можно. Ну, а если вдруг, то, конечно, тут надо заранее подготовиться. Вот этот вопрос, да. Вот этот вопрос. Ну, опять-таки, мы же не провидцы. Мы же просто, да, по факту, из общественных источников общественных, общей массовой информации общественной. Да, это просто мысли вслух, конечно, но самое главное, чтобы работали эти службы. А как-то пересидеть дома или без света, да, даже интереснее. Знаешь, отдохнуть от этих всех социальных сетей. С фонариком, да, ребят. Наушнички взял, подкаст включил, из интернета закачал, фонарик поигрался, все отлично. Конечно, все с фонариком, все нормально, да, и все. В общем, тушим свет, включаем фонарики. и идем пить кушу. Шоу такое, да, шоу, да. Ну, вот тебе и латерны. Дорогие друзья, хотите принять участие в наших таких вечерних посиделках, пишите, приглашаем. Запросто мы можем. Посидим, либо удаленно, либо приезжайте к нам, у нас уютно, темно, тепло, у нас свечи, фонарики. Да и главное, не надо этого бояться. Главное, без паники, хорошие положительные эмоции. А если вы человек примерно наших лет, мы и не такое переживаем. Наших 30 лет. Да, всем, кому как нам по 30-очке, да и не такое переживали. Вообще, легко. Дорогие друзья, подписывайтесь, слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите комментарии, приходите в гости и до новых встреч. Да, всего вам доброго и самое главное, здоровье. Как вы уже поняли, что от энергетического коллапса зависит только ваше здоровье, потому что если вы будете здоровы, вы пересидите и в темноте, и в холоде, даже не побоюсь этого слова сказать, какой тут холод. Минус 30 в Германии никогда не было, а минус 1, ну, дома пересидеть-то можно, да. Накинете на себя что-нибудь и все. Главное здоровье. Вот если есть здоровье, то можно все. А нашим землякам, конечно же, мирного неба. Однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok